Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Этот господь будет работать не только для нужд Министерства обороны вооруженной силы. Инновационные технологии на страже здоровья «Напчан». Современный военный госпиталь в рамках проекта «Технополиса Эйра» открылся на Пионерском проспекте. Мы тогда со следствием, с руководителем полиции, тогда стали копать, где эти деньги. Квартирный вопрос. Проблемы обманутых дольщиков администрация «Анапа» намерена решать совместно с прокуратурой. Символы к тому, чтобы регулярно выходить и заниматься. Олимпийский секрет успеха. Прославленные спортсмены поделились опытом с анапскими школьниками. В Анапе построят две общеобразовательные и одну начальную школу. О перспективах увеличения числа учебных учреждений глава города Юрий Поляков рассказал на традиционном педсовете. Уже завтра более 26 тысяч учеников сядут за школьные парты. Какие задачи стоят перед педагогами и каких новшеств ждать в новом учебном году в нашем материале? Применение инновационных технологий в сфере образования и индивидуальный подход к каждому школьнику – приоритеты нового учебного года. Весной единый государственный экзамен сдали почти 800 анапских выпускников. Однако не все отличники получили высокие баллы, и это предмет для отдельного анализа. На педсовете говорили о том, что сегодня необходимо в целом пересмотреть систему работы с детьми. Весьма перспективное направление – создание профильных классов. С самого начала ребенок выбирает специализацию, будь то экономика, физика или гуманитарные дисциплины. Необходимо решить и главный вопрос – переполненности школ. Вот уже наступил 2018 год, 6 лет моей работы, и на сегодняшний день мы приблизились к 2000 человекам. Школа маленькая моя, те школы городские тоже не блещут площадью. Сегодня Юрий Федорович озвучил о том, что в 3Б микрорайоне будет строиться школа, пристройка в 6-й школе. Каким образом муниципалитет, Юрий Федорович, под вашим руководством, думает разгрузить наш микрорайон? Могу сказать, что наша администрация сделала все. Забила площадки, зарезервировала земельные участки. Может кто-то еще через 5 лет, через 2, через 10 лет будет строить эти школы. То есть мы сегодня этим занимаемся. Сейчас в городе-курорте работает 43 детских сада, 34 школы и 13 учреждений дополнительного образования. Однако только в прошлом году Анапа пополнилась двумя тысячами школьников, которые переехали из других городов. По словам главы, к 2020 году в Анапе будет построено сразу несколько общеобразовательных учреждений. В микрорайоне Алексеевском новая школа сможет принять 1100 детей. Новое здание будет построено и для 400 учеников начальных классов на территории школы номер 6. Мы со своей стороны будем стремиться сделать все, что возможно. И даже сегодня мы делаем, что невозможно. Это касается и пожестой школы. Это касается застройки Бударинской, где мы планируем 1550 мест построить. Вот такую же школу, как в Краснодаре. И нам должны ее сдать к 20-му году, к 1-му сентября. То есть занимаемся. Конечно, нам всем хочется сегодня вот так. Но не все так получается. Создание казачьих классов – еще одно из направлений, которое будет активно развиваться. В прошлом году в селе Юровка появилась первая казачья школа. Ее воспитанники показывают хорошие результаты в учебе и спорте. В новом году подобный статус получит школа в поселке Уташ. Наверное, наиболее приемлемая форма, ну, прежде всего, воспитание культуры человека. Культуры той, которая находится на глубинной основе. Любовь именно малой родине, любовь к традициям, уважение старших. И в казачьих классах это наиболее проявляется. В день знаний за парты сядут более 26 тысяч учеников. Сделан ремонт, обновлена техника и инвентарь. На одну только закупку учебников было выделено 28 миллионов рублей. Проверки показали стопроцентную готовность школ к началу нового учебного года. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Новые рабочие места и высокотехнологичная медицинская помощь, которые смогут получать и анапчане. В нашем городе начнет работу военный госпиталь. Накануне на его открытие прилетел заместитель министра обороны России. Тимур Иванов лично проинспектировал готовность медицинского учреждения к работе. Вместе с ним оценил возможности госпиталей и наша съемочная группа. Событие не рядовое, даже в масштабах страны. Множество людей с генеральскими погонами на открытие госпиталя тому подтверждение. Крутостроительство заместитель министра обороны России прибыл лично. Министр обороны Российской Федерации, военный госпиталь в город Анабах открытие готов. Начальник госпиталя, майор Фойлер. Здравия желаю. Вольно. Церемонию открытия госпиталя не мрачил даже моросящий дождь. Добрый знак, переговоривались между собой врачи. Традиционное перерезание ленточки. Затем главное – осмотр помещений. Тимур Иванов не скрывает. Увиденное ему по душе. Госпиталь строили почти 7 лет. Своя газовая котельная и кислородная станция. Солнечные батареи на крыше. Здесь уникально все. Начиная от проекта здания, заканчивая медицинским оснащением. Полностью оснащен высохновеченным оборудованием. Больше 250 уникальных образцов медицинского оборудования. На 120 коек наш госпитал, который позволяет ежегодно принимать до 3000 посетителей. Тимур Иванов, по сути, был идейным вдохновителем тех масштабных проектов, которые сегодня реализуются на территории Анапы. Технополис «Эра» стал основой. На базе бывших детских лагерей Минобороны возвели инновационный центр. Перспектива появилась, его долгостроив по Симферопольскому шоссе. Здесь получат квартиры сотрудники технополиса. В госпитале они будут обслуживаться. Но не только военные и их семьи смогут получать здесь медицинскую помощь. Мы планируем войти в систему обязательного медицинского страхования. И тогда любой житель города-курорта Анапы будет иметь право получать медицинскую помощь в нашем чудесном госпитале. В принципе, все виды медицинской помощи здесь мы сможем оказать. Кроме того, мы укомплектованы современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. У нас есть компьютерный томограф, у нас есть магнитно-резонансный томограф, у нас есть современнейшие рентгеновские установки. Помимо этого, для напчан это новые рабочие места. В штате более 200 сотрудников. Начнет работу военный госпиталь уже завтра, 1 сентября. Сергей Корабельников, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Прокуратура займется поиском средств, в которые застройщики собирались граждан до того, как объекты стали проблемными. Это должно частично возместить затраты властей на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом шла речь на специальном совещании под председательством главы курорта Юрия Полякова. По словам главы муниципалитета, задача не только решать проблемы граждан совместно с правоохранительными органами, но и не допускать новых очагов, пресекая самовольное строительство в буквальном смысле на корню. Этот дом в самом начале улицы Шевченко – классический самострой. Его начали возводить в 2008 году без всякой документации, разрешения и проекта. Как часто бывает в Анапе, покупатели со всей России. Всего 70 квартир и 5 нежилых помещений. Суд признал право на долевую собственность за гражданами, а застройщики, как сказали на совещании, собрали порядка 120 миллионов рублей. Анапский межроемный прокурор Александр Фоменко считает, что деньги не должны были просто раствориться в воздухе. Для начала нужно проверить, сколько вложили в строительство. Аналогичная история у самостроя по адресу Парковая, 60. По словам главы города-курорта Юрия Полякова, это один из двух самых проблемных объектов в городе. Застройщик, которого до этого осудили за мошенничество, умер. В прокуратуре намерены уточнить судьбу 145 миллионов рублей, собранных с потенциальных владельцев квартир. Хотя бы приблизительно, потому что сметной документации не было по определению. Провести анализ, хотя бы приблизительно 5-10 миллионов, чтобы мы понимали, сколько потрачено на этот петонный металл и на работу. Ну хотя бы примерно. Если мы понимаем, что в принципе сколько же он потратил, давно может быть разница. Мы можем уксу дать поручение. 15-15 миллионов. Чтобы мы тогда со следствием, с руководителем полиции ОМВД, тогда стали копать. Где эти деньги? Где они осили? Юрий Поляков дал управлению капитального строительства 10 дней, чтобы специалисты оценили вложения. Силовики намерены поднять материалы уголовного дела и судебного заседания. Возможно, какая-то информация есть там. Сегодня же, по расчетам специалистов, чтобы завершить комплекс из трех зданий, необходимо более 400 миллионов рублей. Идут напряженные переговоры с одним из застройщиков. Они ушли считать. Второй раз мы их вызывали и просили, чтобы они еще раз пересчитали все затраты, затраты, которые могут опонести. И не могу сказать, что они обещали взять этот объект, но занимаются. В муниципалитете констатируют, браться за такие объекты желающих мало. В мае вышел краевой закон, который позволит выделять инвесторам компенсационный участок земли, чтобы обеспечить хотя бы нулевую рентабельность. При этом свободных муниципальных участков сегодня в городе-курорте нет. Только краевые, либо федеральные. Тем не менее, практически своими силами муниципалитету удалось решить проблему дольщиков на двух объектах. Здесь же дольщики сами достраивают дом. В 2007 году выяснилось, что это самострой. Галина Гилева – инженер-технолог основного органического синтеза. За 8 лет фактически освоила новую профессию. Объединила вокруг себя около 40 человек. За 8 лет участники кооператива оформили всю необходимую документацию, усилили фундамент, чтобы можно было настроить дополнительные этажи. Квартиры продают по рыночной цене. Членам кооператива без маржи. Я думаю, если реально, то начнем сдавать в мае 2019 года. Начнем сдавать. Но ведь знаете, что с первого раза ничего не сдастся. Это однозначно будут какие-то замечания. Хотя стройнадзор нас проверяет. Четыре проверки у нас. Две из них мы прошли. Третье у нас 20 сентября будет проверка уже всех возведенных конструкций. Я думаю, что существенных нарушений в строительстве не имеется. До этого дольщикам пришлось защищать свой будущий дом от сноса. В прокуратуре помогли получить доступ к коммуникациям. Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам. Я приходила. Помогли, очень помогли. Нас освободили от обременений по водоканалу и по тепловым седям. Мы очень благодарны. Этот самострой в районе микрорайона 3А пытаются снести по решению суда уже третий год. В федеральном бюджете нет на это денег. Тем временем в суде выяснилось, что и здесь есть дольщики. И новый межрайонный прокурор, и глава города-курорта едины во мнении. Проблемы такого рода необходимо решать на стадии фундамента. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапа готовится к сезонной вакцинации против гриппа. В этом году медики вновь ожидают волну вируса, поэтому призывают всех привиться как можно раньше. Первая партия вакцины поступит в Анапу уже в сентябре. Бесплатные прививки по месту жительства могут получить дети от 6 месяцев до школьники. Школьники и студенты, люди старше 60 лет, медицинские работники, работники сферы образования и обслуживания, а также общественного транспорта, коммунальной сферы, торговли, общественного питания. Для вакцинации детского населения и беременных женщин будет поставлена безопасная инактивированная вакцина против гриппа. Медики настаивают, необходимо массовая вакцинация населения, которую нужно сделать в самый оптимальный срок, чтобы сформировался стойкий иммунитет не позднее, чем за два месяца до начала эпидемического сезона. Наступает осень, а для нашего города это бархатный сезон. Пора теплого моря, ласкового солнца и, конечно, кино. По традиции, со 2 по 8 сентября она попревратится в настоящую киностолицу. Как мы уже сообщили ранее, на курорте пройдет 27-й открытый российский фестиваль «Киношок» – один из наиболее важных и уважаемых кинофорумов России. Торжественное открытие состоится в воскресенье в 20 часов на сцене летней эстрады. А в 21.30 на Театральной площади будет показан фильм, посвященный 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков «Одна война» режиссера Веры Глагулевой. В следующих выпусках новостей мы расскажем о дальнейших фестивальных мероприятиях. Следите за анонсами и будьте в курсе всех интересных событий. Олимпийские чемпионы встретились с юными анапскими спортсменами. В рамках Всероссийского благотворительного проекта легендарные атлеты в пятый раз посетили город-курорт. Олимпийцы ответили на все вопросы и поделились секретами успеха. Сегодня Галине Гороховой исполнилось 80 лет. Всю свою жизнь олимпийская чемпионка посвятила фехтованию. По ее мнению, здоровый образ жизни и активная жизненная позиция – это ключ к успеху. В свой день рождения настоящая легенда олимпийских игр встретилась с юными спортсменами. Как отмечает заслуженный тренер, у них есть большой потенциал, чтобы стать чемпионами. Я вижу, что им очень интересно. Они внимательно всех слушают. Они улавливают каждое слово, сказанное им. И потом, я думаю, что это будет стимул к тому, чтобы регулярно ходить и заниматься, для того, чтобы достигнуть каких-то успехов в том виде, который они выбрали. Потому что вот здесь вот именно они выбрали их. Никто там из родителей не привел. Преемственность поколений – одна из главных целей Всероссийской благотворительной программы. По мнению организаторов, дети должны общаться с героями отечественного спорта. Из первых уст воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер один узнали о победах наших сборных на олимпиадах и смогли посоветоваться об эффективности их тренировок. Сейчас у наших юных спортсменов города есть уникальная возможность прикоснуться, наверное, к спортивным легендам. Увидеть то, ради чего, может быть, лишаются детства. Вместо того, чтобы играть там со свежниками, ходят на тренировки. Под 6-8 часов в день пропадают на спортивных объектах. Но, с другой стороны, наверное, все-таки защита чести и своего маленького населенного пункта, муниципального образования, да и Российской Федерации, придает силы для того, чтобы стремиться, дерзать и достигать новых побед и свершений. Управление спорта города-курорта хочет заключить соглашение с олимпийскими спортсменами на регулярное проведение встреч. Самые активные школьники получили заслуженные грамоты и значки ГТО из рук их кумиров. Спортивный праздник традиционно завершился играми и командной эстафетой. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Во Всероссийском детском центре смены подвели итоги киноакадемии «Крылья». В торжественной церемонии закрытия были награждены лучшие юные режиссеры, артисты и операторы. Победители получали заслуженные подарки от спонсоров, а также путевки на участие в следующем году. Шестая киноакадемия подарила сменовцам незабываемые эмоции, невероятные открытия и возможность создать новые фильмы. Во Всероссийском детском центре смена в рамках летней детской киноакадемии и академии творчества прошла торжественная церемония вручения кинопремии «Крылья». Открыл торжественную церемонию один из главных гостей летней детской киноакадемии, актер театра и кино Сергей Горобченко. Создать творческий какой-то подарок для себя, для своих близких, такой как фильм или мультикомпликационное произведение, или притчи, которые вы сделали, это значит победить себя. В течение четвертой летней смены 260 юных киноакадемиков создали более 40 ярких проектов. Три недели творческого процесса – это миллионы ярких эмоций, тысячи отснятых кадров, сотни перезаписанных дублей и одно желание – победить. Наконец, рабочий процесс остался позади. Пришло время узнать имена обладателей премии «Крылья». Многие юные киноакадемики настолько энергичны, что принимали участие сразу в нескольких творческих проектах. Приз за лучшую операторскую работу получил Ярослав Кириченко, который снял фильмы «Отстановись, материнская тайна» и «Кино домино». А некоторые участники в своих фильмах брали на себя сразу несколько ролей. Лучшим режиссером стала Полина Пашенцева за фильм «Обыграя меня». Помимо режиссерской работы в фильме она выступила в роли актрисы и сценариста. «Круто! Круто! Вот, все! Все нечего сказать! Спасибо! Спасибо всем! Спасибо!» «Просто безумные впечатления! Это что-то нереальное! Это чудо, что у меня получилось взять эту награду! Я до сих пор не верю, что это я, правда! Это что-то необисуемое! На самом деле, это самое чудесное место, в котором я когда-либо была! Вот, если у кого-нибудь будет возможность сюда приехать, нужно не раздумывать, а сразу говорить «Да!» Победители премии «Крылья» получили специальные призы от партнеров проекта, а также получили путевки на зимнюю детскую киноакадемию 2019. Но самое главное, что обрели юные киноакадемики в смене – это настоящих друзей, веру в себя и, конечно же, «Крылья», которые помогут им высоко взлететь и исполнить свою детскую мечту. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность! Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи! Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова